Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс, мы на аккаунте Борода и, естественно, будем продолжать выживать заново. Если вам нравятся подобные видео, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, потому что чем больше лайков, комментариев, тем быстрее выходит следующее видос. У меня сегодня пароль довольно-таки интересный, но я думаю, что у всех такой же. Я пришел сюда не просто так, сегодня мы пройдемся по самым крупным заданиям, которые дают больше всего очков, мы их сольем и обязательно максимально приблизимся к тому месту, когда нам будет выдан тактический рюкзак. Сегодня моя самая главная задача за короткое время все-таки получить тактический рюкзак и удивить, ну, я думаю, как минимум подняться в топы. Я также не взял с собой аптечек, поэтому, наверное, придется возвращаться домой. Не знаю почему, но бегунок на меня согрелся, но самое главное, чтобы от него выпал драгоценнейший талон. Мне удалось найти немножечко хила вверху, и именно здесь, в бункере Альфа, я не забирал практически ничего домой, поэтому есть хороший доступ даже к глобу. Вот, возьмем и воду, я думаю, что она ни разу нам не помешает, и сейчас врывается. Нам задание гласит 20 зомби в бункере Альфа, я думаю, что это задание довольно-таки легкое и даже не особо нам нужно много огнестрела. Итак, ну вот, не стрелы, а оружие, вообще ближнебойного оружия, мы, ребят, здесь же сразу обыскиваем все нужные нам места. Вот именно в этой урне всегда можно найти что-то хорошенькое, зелененький, оранжевый талон или еще что-то. Например, мой самый лучший и самый топовый залуд этой урны, это все три талона. Сразу, это довольно неплохо, я думаю, что может каждый из вас так же делать и вот в этой урне, недостающий один где-то там зеленый талон или даже два зеленых талона выпадает. Ну, большая редкость, но тем не менее, у меня есть довольно неплохой луд. Я уже прошел листебюль и опускаемся на второй этаж. Там есть у нас место, именно в самом начале, где сразу много зомби. Именно они нам помогут начать хороший отчет всех зомби, которые нам нужно убить. Также нам нужно будет побегать в любой горной местности, в предгорьях, ну и посетить зараженный лес. Добраться до вышки и все такое, все это очень интересно. Я уже в следующем витосе готовлю крутое прохождение вышки, потому что, ну, я думаю, что пора. Пора что-то, я задержался, ребят, к вышечке пойти и открыть новые локации, которые доступны каждому из нас. Но, тем не менее, ну, даже и сейчас прилетает сообщение. Михалыч, а как, откуда у тебя полицейского участка? По мне полицейского участка вообще на карте нет. Ну, понятно, что игроки приходят новые, игроков становится все больше. Ну, или старые уходят, новые приходят, можно так сказать. И самое главное, что не каждый знает, как и что это делать. Ну, а мы будем, ребят, обязательно открывать новые локации, обязательно с этим будем знакомиться. Ну, а пока что Толстяк, дядя Толстяк, держите, товарищи. Кувалда это отличный повод ударить любого зомби со спины, особенно толстяков, которые довольно-таки серьезные противники. Чем круче оружие со спины ударит, короче, ребят, наносим тройные уроны. Это довольно-таки неплохо, а вот лучше всего с этим справляется монтировка. То есть, вообще-то, я лучше всего использую монтировку. Для меня это самое топовое оружие, и я пользуюсь им чаще всего для работы, или, как говорится, для войны со спины, или за стены. Так, вы путешествуете пешком по карте, ваш шанс более... да, вот шанс найти более редкие находки. Я думаю, это то, что мне нужно сейчас. Итак, здесь... Давай-ка мы попробуем. Этот тесак наносит урончика 17, всего лишь навсего, поэтому... Вот сейчас вот так вот сделаем. Урон у него вроде маленький, но бьет он очень быстро. Почему, ребят, такой жесткий урон? Потому что у меня есть временный эффект от оружия. Ну, короче, ребят, заряженная ленина у лекаря, который находится на базе. Можем без проблем юзать хоть каждый день и получать крутые бонусы. Но мой самый любимый бонус, это, естественно, ребят, то, что я всегда говорю, что семена мозговихи, которые дают возможность нам довольно-таки успешно. Так, ну, зомби. Довольно успешно, ребят, получать на 100% опыта боя. Это крутой баф, и я скажу, что каждый из вас, я думаю, кто любит или хочет выкачать вашего персонажа, получить побольше опыта и все такое, обязательно семена мозговихи и в бункер альфа. Самый топовый, самый топовый момент, это, конечно же, семена мозговихи. Я здесь возьму монтировку, потому что у монтировки немножечко радиуса, так и больше, как вот, более с дальней дистанции. Так, у нас тут нужно выбрать, где пробивает монтировка, а где нет. Поэтому вот такой вот интересный способ. Я думаю, что каждый из вас уже знает, как этим заниматься. И без проблем, ребят, яростный гигант становится для нас маленькой такой, вообще решаемой проблемой. Каждый, да, знает, что бункер альфа, это довольно-таки легко, если ты умеешь пользоваться волт-ритке. Ну, я думаю, что это такой трюк со стеной, и лучше всего никогда не спеши, не спеши, и у тебя все получится. Чем тщательнее ты к этому подготовишься, тем лучше для тебя. Почему вот этот вот мачете, так, у меня задание выполнено, это был как раз 20-й зомби, которого нужно убить. Почему именно монтировка? Скорость и урон, это все круто, но ведь радиус атаки тоже имеет большующее значение. Например, с ножиком, с вот этим вот мясницким ножом, мы будем атаковать немного ближе, и ваш персонаж будет терять много времени, и будет подбегать намного ближе, и это может быть большущей проблемой в том, что получить, как говорится, по щам от яростного гиганта в таком шмоте, это сразу минус все хп, которые у вас не были. Ну, а я, ребят, сейчас отправлюсь на следующую локацию, посмотрим, что мы сегодня заработаем, насколько много у нас получится сегодня получить крутейших бонусов. Ребят, следующая наша миссия, это предгорье, и именно здесь нужно убить кучу зомби. Да, можно сказать, что для опытного игрока это совсем-совсем даже и не интересно, но ведь это нужно делать, и я думаю, что без особых проблем здесь убить 10 зомби, 20 или даже 30, это довольно-таки, ну, хорошая идея, но и не самая-самая легкая. Кувалда это тоже. Ай-яй-яй-яй, лучше всего не попадаться под вот эти вот жесткие плевки, так как у вас быстро завоняется персонаж, и режим устал, что после этого будет недоступен. Ну что, сейчас он должен блюдо, я думаю, даже не успел. Так, водички немного, это все, то есть все, что здесь выпадает, нужно лутать, потому что в будущем, ух ты че, бункер Альфа, когда-то за карточкой бункер Альфа охотились просто неделями. Сейчас же они выпадают, ну, я не то что говорю миллионами, но, ребят, выпадают очень часто. У меня уже несколько карточек, и я думаю, что каждая из них выпала за небольшое количество игры, именно тоже зомби, потом выпала с гуманитарного груза, и, конечно же, все это выпадает, и мы все это лутаем и забираем. Вот, мы знаем, что сейчас у нас есть возможность бесплатно тоже добыть какие-то ресурсики, это все пока что для меня, ну, доступно, доступно оно для каждого. Кстати, то, что я нажал на настройки, это уже огромная проблема, потому что, вы видите, немного подлагивать начало, это означает, что если ты каждый раз заходишь в настройки, у тебя слетает 60 кадров, по этому условию положения, немного правее нажимаешь, удерживаешь целых 10 секунд. После того, как ты отпустишь, типа, вылезет такое окно, ты включаешь 60 FPS, у тебя просто идеальная картинка, без никаких лагов, и просто идеально играешь и наслаждаешься каждой секундочкой. Кувалда и мантировка. Мое самое лучшее оружие, то есть самое топовое. У меня взломщика нету, если у вас есть возможность, напишите, или вы помните, на каком уровне у вас выпал первый взломщик, и вообще, выпал ли вам первый взломщик, ну, не такой уж высотый, 32 уровень взломщика нет, но зато выпал второй карман. Это довольно неплохо, потому что я знаю, что ребята бегают просто уже довольно долгое время, и никаких карманов, никаких взломщиков еще даже и не пахнет. Поэтому, я думаю, что можете написать, о, взрывной майк, я не хочу его трогать, довольно-таки опасный зомби, и вообще от него-то толку ноль. Мне взрывного майка трогать вообще нет смысла. А вот этот вот ящик для пикничка, довольно неплохая штука, индюшатенька пробежала. Кстати, готовить индейку, об этом можно снять отдельный видос, но вы знаете, что одна индейка готовится 45 минут, и да, она хилит практически так же, как большой винт. Я скажу, что это неплохая затея, но, с другой стороны, потратить 45 минут кучу угля ради одного хила, который просто, я не знаю, ну, если честно, лучше винтами немножечко попилиться, поэтому, смотрите, еще один бункер альфа, еще одна карточка, довольно-таки интересненькая. Насколько много этих карточек. Так, задание, одно из заданий выполнено, потому что у меня есть задание, также убить 30 зомби в любой горной местности. Я думаю, что со временем мы обязательно выполним это задание, но сейчас также есть очень крутые моменты в игре, которые можно тоже выполнить. Например, просто сходить на смотровую вышку. Посмотрим, насколько у нас там много, ребят, нужных вещей нужно вкинуть. И, как говорится, напомним себе, что же нам нужно собирать. Посмотрим, есть ли у нас нужные ресурсы, чтобы открывать уже смотровую вышку. Ну и посмотрим, что же это выпало. Так, ну гуманитарный груз, тут даже без вопросов, вместо чего, если что, заберем. Там вместо транзисторов, можно вместо мяса. Я даже шмот оставил дома, для того, чтобы, ну, то есть в бункере альфа, ребят, реально оставил шмот, несколько кусочков сета. Туда же положил, что там, оружие некоторое, для того, чтобы, если что, в бункере альфа себя чувствовать довольно-таки успешно. А сейчас мы залетаем на гумгруз. Плюс есть реальные миссии, в которых, например, даже зомби с гумгруза уже довольно-таки неплохо засчитываются. Например, токсичные толстяки. Там уже нет разницы, где их убиваешь, но их нужно убить целых 10 штук. Поэтому это не самая легкая задача. Так, бам, по губам. Итак, ребят, смотрим гуманитарный груз. Обязательно сейчас зачекаем. Я думаю, что можно мясо сожрать. Хотя я, если честно, мог бы его сделать. Галиным без особых проблем. Но, ребят, есть отдельные вещи, которые нужны, нужнее других. Например, резиновые изделия. Точно помню, что нужны. Я бы в свое время на них потратил много времени. Крышки. Со временем тоже, ребят, крышечки нам понадобятся. И, ну, я даже не знаю, на что их поменять. Я думаю, что кожа, транзистор. Может быть, и транзисторы нам будут нужны. Поэтому, блин, я пока что вот так вот сделаю. Надеюсь, что я не сильно пожалею об этом. Но в дальнейшем кожа нам понадобится для крафта крутейших, ребят, кусков шмота. Нам нужна будет броня. Поэтому вот такое вот. Давай-ка мы, ребят, сейчас отправимся в нужное нам место. Мы сейчас будем идти на смотровую вышку. Это часть задания. Я понимаю, что я потрачу очень много энергии, отправляясь в другой части карты. Но, тем не менее, у нас сейчас смотровая вышка. И, да, нас служит для того, чтобы открыть такой вот незначительно большой, ну, большущий такой кусочек. Тут у нас появится полицейский участок. В полицейском участке просто есть лайфхаки крутые. Прям нереально крутые. Ну, а пока что давай мы, ребят, зайдем в смотровую вышку. Давай-ка мы попробуем обязательно чекнуть, что здесь есть. Я помню, что здесь нам нужно будет склеснуться в драке с самыми крутыми зомби. Ну, то есть, это полицейские зомби уже будут, если я не ошибаюсь. У меня есть кувалда, у меня есть монтировка, поэтому я готов. У нас здесь есть толстяк необычный. Хотя, почему необычный? Они все обычные зомби. И хотелось бы каждого отмудохать. Отличненько. Теперь, конечно же, мы приступаем к мудоханию следующих зомби. Все они... Вот, полицейский зомби-офицер. С зомби-офицера есть шанс получить что-то вкусное. Прям вот хорош, уровень залетает. И помните, что голодный толстяк хилится. Поэтому придется довольно-таки серьезно с ним помудохаться. Он серьезный противник, потому что каждый удар его, он добавляет себе 15 кафе. Но зато любое ближнебойное оружие его передамаживает. О, самолечение. Отлично, отлично. Вот это нам нужно. Нужная штука, самолечение. Будет очень... Кстати, куророк мне уже выпал. Очень будет нужной вещью нам в определенных моментах. Голодный толстяк. На. Голодный толстяк. Прикольно. Можно было зомби-офицера, конечно, с одного удара бабахнуть. Но я знаю, что зомби-офицер бегает быстрее, чем в голодный толстяк. Вот мы его вообще вот так вот на инди. На 54 вообще. Я забываю просто, что на меня действует, ребята, увеличенный урон от того, что я взял зараженную оленину. Итак, у меня даже частично уже есть то, что нам нужно. Я думал, транзисторы, но здесь болты. То есть, все, что здесь есть, у меня уже, я думаю, на базе имеется. И уже в следующем видосе мы отремонтируем эту вышку. И обязательно откроем неизведанные локации. Неизведанные локации. Это топ. Ну, а пока что давайте зачекаем, что же мы добыли. Что же мы добыли, потому что у нас 9 дней. Блин, я забрал эту записку. Ну, зато, знаете, как ты забираешь записку, теперь можно без проблем заглядывать в эту записочку. И открывается сразу. Ее нужно заходить, там, искать. Короче, мне еще тут убить на старой ферме. Там, сломать три стены на вражеской базе. Там, создать железные топоры. Улучшить стены до второго уровня. На старой ферме вообще побывать. И, короче, много чего можно вообще за день пройти. Но самое главное, это награды, ребят. Подождите, я опять уже туплю и захожу через это. Ну, это только список. Ага, во-во-во, ребят. Подробней. Вот, заходишь в подробнее. И сегодня просто за некоторые легкие задания я уже получаю вот такие вот крутые бонусы. Это топор из пилы. Короче, разрушитель, немного пива. И есть возможность записки выжившего. Короче, ребят, все крутое. Ну, конечно, это не полное. Потому что на этом аккаунте мы не донатим и проходим сугубо все без доната. Лайфхаки без донатов. Ну, а пока что, я думаю, что такой вот видосик не особо, конечно, интересный. Но, тем не менее, мы еще на шаг ближе к тому, что я хочу получить от этого дневника выжившего. Ведь у нас дневник выжившего дает возможность насладиться, ребят, крутейшим. Итак, подробно. Смотрите, на каком? На 37 уровне у нас есть возможность насладиться тактическим рюкзаком. Ну, а мы уже не так и далеко. 25. Ребят, уже больше половины пути мы прошли. И я думаю, что теперь можно нажать просто идти для экономии энергии. Потому что я не собираюсь тратить свои коинты. Ну, и, конечно же, без особых проблем двигаемся в нужном направлении. А там дальше посмотрим, как будет. Ну, а вам, ребят, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, писать комментарии. Всем удачи. Пока. Увидимся в следующем видео.